Ну нет, все хорошо, я себя выключаю, чтобы у меня не было в первых форексов. Добрый день, мы сегодня продолжаем чтение книги Рава Маниту. И в прошлый раз у нас даже, скажем так, два последних раза, когда Рава Маниту обсуждал, мы читали, как он обсуждает вопрос раскаяния, который очень важный и один из центральных филадаизмиков, по его мнению. И в этом очень сильное его отличие от других даже монотеистических религий, в том, что Всевышний всегда дает человеку возможность исправиться. И возник вопрос, действительно ли в других религиях нет возможности раскаяния. Это не совсем так. Рав даже этого не утверждал. Утверждал, что есть различия. Различие в том, что каким бы тяжелым у меня был преступлением, человек всегда может изменить свое будущее. Изменить будущее, если он раскается. И это проявляется во многих аспектах еврейской традиции. И это можно через комментарий. В Библии к Танаку, книге 2, увидеть и понять, что отношение к времени в иудаизме другое. Я уже приводила тоже примеры, как это иногда отражается в Галахе. Но поскольку у нас возник об этом в прошлый раз и позапрошлый раз разговор, хотя сегодня с нами Макса нет, который в нём смысле не сфиксировал разговор об этом, я обещала поговорить на эту тему с Равом Шмури Музеевым, которого я училась, эту книгу он преподавал. Вообще он знаком очень многими философами и преподает очень многую философию еврейскую, и в частности Мениту тоже. По его мнению, во-первых, различие в том, что в иудаизме в прямом смысле можно исправить всё. И в общем-то это уже от меня, это важно понимать, что это одна из вообще важнейших задач человечества, всё исправить, исправить даже то, что мы не испортили, то, что не доделано в этом мире, а уж тем более то, что мы испортили. Поэтому нам даны огромные возможности исправить мир, исправить себя, изменить будущее. О, Максим. Ну, подождём я две секунды. Привет, Максим. И я как-то уже зачаровалась, что вы не придёте. Я начала обсуждать эту тему, о которой мы говорили, и обещала поговорить о вам в зеле. Так вот, по его словам, отличие иудаизма в том, что исправить можно всё. Что это, я уже говорю от себя, что это вообще этот мир называется миром исправления у нас. Что главное, значит, что исправить. Исправить то, что не было сделано во время творения, исправить себя, исправить свои перегрешения, и таким образом поднять мир на более высокий уровень. А, скажем, в христианстве это вопрос. Действительно, и в христианстве есть раскаяние, никто это не отрицает. И вообще христианство очень и очень много взяло из иудаизма. Уудаизм тоже есть понятие о том, что кто-то там может прийти и помочь исправить. Исправить мир. Про себя говорю, я уже всё от себя говорю. Раби Шимонгалн-Яхабар-Ихай, что он мог бы исправить мир. Но он этого не делал. Но есть вещь, вот христианство, которое неисправим. Первородный грех, оказывается, невозможно преодолеть человечество без того, чтобы Всевышний сам пришёл, мешался исправить. Насколько я понимаю, это важный ответ, которым действительно отличается иудаизм от христианства. Не то, что в разных хасидских учениях и в разных других комментариях. Действительно, есть и в иудаизме такие течения, которые огромное значение придают первородному греху, который как бы изменил очень сильно, испортил мир. Тем не менее, нет такого представления, что есть что-то, что человечество не в силах исправить само. Наоборот, оно таки должно всё исправить само. И это его задача. Если оно с ней не справляется, то таки плохо. И она остаётся у нас невыполненной задачей из поколения в поколение. И, собственно, этим мы займёмся сегодня. Он ещё сказал, что то, что Маниту говорил устно, но не говорил, но не писал. Ну и, соответственно, поскольку мы изучаем эту книгу, которая написана по его устным лекциям, то есть здесь это тоже раскальзывает, что у христианина нет другого выхода, как принять иудаизм, иначе он может раскаять его никогда не быть полным. А то, что он писал, он писал заслугу христианству, что оно пробудило у нас. В иудаизме потребность придать больше значения милости, чем поскольку христианство на это очень сильный акцент. На этом я скоки закрываю в отношении того, что я обещала в прошлый раз. Если будет, Максим, если у вас есть вопросы, я предполагаю, что есть. Да, давайте тогда к концу уже ближе, хорошо? Очень интересно. Или напишите мне, и я вам... Хорошо. Более точно. Я, на самом деле, не выдаю себя большого знатока христианства. И поэтому то, что я как бы знаю, безусловно, я знаю меньше, чем равен не то. И, кроме всего прочего, как я уже сказала в прошлый раз, это все-таки изложение в некоторой степени схематичное. Даже, по-моему, в этой книге он описывает свои сомнения насчет того, в какой степени можно грузить ученика так, чтобы он, с одной стороны, воспринял, а с другой стороны, это не было бы примитивизацией. Спасибо большое. То есть, это общая проблема такая соотношения света и, ну, образно говоря, как это в Кабале говорят, света и сосуда. Очень часто бывает, что люди не востоянно что-то воспринять, и тогда сосуды разбиваются, и, в основном, еще не происходит позитивного продвижения. Но это уже сложно для меня. Нет, это совершенно не сложно. Я могу привести конкретные примеры, так сказать, исторические, например. Почему они, евреи, сделали тельца? Они только что получили торгу, они только что слышали голос Всевышнего. Это какой-то очень огромный свет, но они не смогли его целиком воспринять. И, как следствие, это происходит там, грех золотого тельца. И не обязательно это выражается так, именно как грех какой-то. Но вот, например, в нашей истории Бог дал нам землю Израиля. Мы не рвались ее получить. Мы ее получили в результате того, что наши враги на нас нападали. И в результате мы вернули себе Иуда в Ишамрон, земли наши еврейские, главные, на которых прежде было израильское и царство Израиля, и царство Игуды. Центр страны собственной. В Тель-Авиве там и в Газии. Ну, в Газии там было какое-то еврейское присутствие в определенное время. На самом деле, это были Газа, Ашкелон, Ашдот, это все были филистинские, в древние времена филистинские, филистинские города. Челестинляне здесь появились одновременно в те времена и довольно долго между нами была вражда. Ну, в общем, это не настолько. На берегу тоже были разные периоды. И евреи были на берегу, конечно. Но наша главная территория, которые они в горах, вот горах Иуды, и, казалось бы, вот сейчас мы все рванем, строим там новое царство, ничего подобного. Были энтузиасты, которые построили там поселение, эти поселения развиваются, но результат, сколько уже прошло десятков лет, он не такой впечатляющий, как мог бы. Мы получили огромный подарок и не смогли его восприять. У нас не хватило клей, не хватило способности переводить, творить то, что нам дают, а в отношениях учителя и ученика. Это просто вот постоянно, потому что когда человек говорит тебе что-то слишком сложное, ты просто не воспринимаешь и отпадаешь. Сложное не тем языком, не тем... Соотносишься с миром понятий, в котором у него нет опыта, например. И так далее, и так далее. И он понимает вообще. Или понимает все неправильно, или примитивно. Потому что любую вещь можно примитизировать. Если говоришь слишком примитивно, то действительно это упрощает, но это не отражает правду. Поэтому всегда у лекторов, у преподавателей, у учителей у них есть проблема. Как можно донести идеи, чтобы они были восприняты не только головой, но и душой. Например, Раби Махман в конце своей жизни он, да, вы знаете, начал рассказывать истории с Сипурей Маасиевым. И он как бы решил, что в такой форме, без сложных форм, на какой-то по-русски Орнакиев, Орри Ишарда, Пилеем и все прочее, то, что хасиды пользовались цивилистической терминологией, без всего этого он хотел описать жизнь души. Действительно, было интересное и удачное начинание, поскольку, несмотря на то, что он не назначил свиноследника, до сегодняшнего дня хасиды Рабинахмана, браслевские хасиды, они очень сохранили, не только сохранились, но есть очень много новых последствий у них. Но это отдельный вопрос. Я просто немножко развето самое мыслим подревом. А, я хотела уже поделиться с вами текстом, который мы сегодня в Божьей помощи начнем. Попробуем понять. Тут будут, так сказать, не совсем простые всякие аналогии, но я попробую в силу своего понимания объяснить, что они действительно имеют тут место. Но мы начинаем с того, что возвращаемся к тому, что в общем произошло, что Каин получил семь поколений отстойчивых. Сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемиро. И сделал Господь Каинный знак, чтобы он не убил его всяких, кто встретит его. Стих 15, Раша на это говорит. Я не желаю отомстить Каину сейчас, к концу семей поколений. Настигнет его, мое возмездие настигнет. Ну, это все еще не знают, что настигнет. Но Каин, кто не знает, у него есть все возможности раскатывается. Несмотря на то, что Каин снял с себя ответственность и отказался следовать по пути нравственности. То, что мы говорили, что он не хочет. Он, его фраза о том, что грех слишком велик, я не могу его нести. Пускай ты вот всевышний принесешь это за меня. Я продолжаю быть тем, что я есть. Как я тоже слышал от некоторых людей, что ты от меня хочешь? Я вот такой, я не хочу меняться. Это бывает. Ну, я думаю, это бывает со многим, не совсем. Не так уж хочется меняться. Всевышний предоставляет ему отсрочку суда на семь поколений для того, чтобы проверить правдивость слов Каина и для того, чтобы дать Каину практическую возможность реализовать их на деле. То есть, как бы, с одной стороны, он признавал, действительно, что это действительно сильный грех, и я не могу на него раскаяться. А с другой стороны, есть некоторые претензии, как мы видим со стороны Каина, что это убийство, оно было право. Рам еще об этом будет говорить. История в дальнейшем должна будет выявить истину. Действительно ли Каин был убийцей, или же речь здесь идет только о ненамеренном решении жизни, а возможно, даже о правде. То есть, всегда, когда есть убийство, у нас возникает вопрос, может быть, о степени вины. Может быть, это ненамеренное убийство, и тогда ненамеренное убийство, это не... Есть в глухе, просто для понимания, есть несколько градаций, намеренное, ненамеренное, и то, что делается, он лишь вынужденное. То есть, если там, пример, самый классический пример, человек стоял, машина стояла на перекрестке, перед переходом переходили там люди, а сзади в него врезался грузовик. И он как бы задавил своей машиной кого-то. Но он совсем тут не виноват, он тут не... не участие вообще, не принимал вообще никакого участия в этом. и он был в промежутке. Но он, анус это называется, да, на юриде. А есть еще вариант, когда вещь оправдана, когда, может быть, действительно, если принять во внимание, как говорит ему, не то, что Эбель не выполнил свой задач должного. Может быть, за этим полагался убийство? Ты не воспитал брата, зачем ты вообще не воспитал? Это то, что на тебя было возложено. То есть, никто не... говорит, что это правда. Но это различные опции, которые история должна выявить. им дается много-много лет, чтобы и Каин сам, и все мы поняли, что действительно наказание, оно соответствует греху, и что дальнейшая его жизнь, она проявляет то, что не было оправданно это убийство, оно не было ненамеренно, а Каин должен нести за него ответственность, и тогда он получает наказание. Что происходит в течение этих семи коленей от срочки, и как будет судить Каина мера истины через развитие событий. Для того, чтобы перед тем, как мы дойдем до смерти Каина, мы смотрим, что происходит за это время. И познал Каин жену свою, она зачела и родила Ханха, Ханох, и построил он, в смысле, Каин, город, и назвал город по имени сына своего, Ханох. Так же, как и в истории Хау, по отношению к жене Каина, писание пользуется выражением «и она зачала». То есть, оно подробно описывает, каким образом ребенок появился на свете. В результате, когда Каин познал свою жену, в мире появился новая человеческая идентичность, а именно Ханох. Это человек, наделенный способностью воспитания, как и в предыдущих случаях, имя новорожденного указывает на его предопределенную идентичность и назначение, характеризующее цивилизацию, связанную с этим именем. Приходит в мир человек, не сказано, кто ему дал такое имя, но то, что он такое имя получил, уже указывает нам на то, что у него было назначение, назначение педагогическое воспитательное. Это его суть, его природа, он должен был воспитать детей, воспитать человечество. Цинкай, но по своей сути, Ханох, отхинул воспитание, поскольку он на самом деле представляет собой исправление Хевеля, воспитателя, потерпевшего неудачу. Это имя встретится нам снова и снова других родословных, с небольшими, важными изменениями. Однако, если у Хевеля воспитательная задача была скрыта, его не звали прямо Ханох, его звали Хевель, у Ханоха, продолжателя Каина, это предназначение раскрывается и выходит из как сокрытия, реализует на практике. Мы уже знаем, что на него возможно воспитываться, это уже открыто. Призвание Ханоха быть воспитателем, таким образом, это должно открыто проявиться поколение сыновей, а если не проявится, то значит, таки плохо. Поскольку сам Хевель исчезла и поскольку в духовности не может быть пустоты, воспитательная миссия Хевеля теперь притягивается внутри идентичности самого Каина. Так что поколение, следующее за Каином, это Ханох, человек, чья роль быть воспитателем. Интересная вообще мысль, я не знаю, я ее раньше не думала, но я ее сейчас подумаю. может быть действительно во всех поколениях есть люди, личности, идентичности, задачи, которые состоят в том, чтобы воспитать поколение. Просто есть, конечно, гениальные учителя, гениальные раввины, которые породили целые школы, в частности сам Мониту. Но это действительно интересный вопрос, что в каждом поколении должен быть кто-то, кто несет эту функцию. Он ее может выполнять, выполнить или не выполнить. У меня такая мысль. Как ты думаешь? Есть концепция, что в каждом поколении есть цадик, цадик поколения, и он как бы предстоит перед Творцом и ведет диалог. И при этом могут быть несколько важных учителей. И они все как бы... То есть это одна душа. Душа этого цадика говорит через них. И в каждом поколении соответственно это будет может по-разному быть. Он как раз может и воспитывает. вот. Это немножко другой аспект. Да, я знаю, что есть такое представление. Это правда. Но манитур, мне кажется, здесь нам показывает некоторый другой аспект. что просто быть праведником, вести диалог, это недостаточно. Например, пророки, они безусловно, главная задача была вещевание, воспитание, поколение и так далее. Они тоже, может быть, не всегда справлялись. В наше время не все справляются. И как это делается в каждом поколении, это должно быть, наверное, по-разному. Но мир по-видимому устроен так, что в каждом поколении должен быть кто-то, что не просто отвечает за поколение, что не просто ведет диалог, защищает, скажем, народ или представляет народ перед всего. А еще к тому же ответственность за воспитание человечества вообще-то, не только народ. То есть вопрос в том, слушают его или нет, да? Всегда есть какие-то наставники, но не всех слушают. Дело не в том, что слушают или нет. Даже если он старается и не слушает, это уже право. Он должен найти правильный язык, должен найти правильный подход. Это очень сложно. Может быть, Эвель тоже пыталась. Не справилась. Это такой большой вопрос. Возможно, люди пытаются про Родину. Не пытались. До сегодняшнего дня мы слушаем их слова и пытаемся у них учиться, потому что это канахида. Но в конечном итоге может быть это нас воспитает. Но помимо этого, возможно, в каждом поколении должен быть свой пророк или воспитатель, который может больше успеть или меньше успеть. Это уже, если бы он успел, если бы он справился со своей задачей правильным образом, тогда бы уже пришел мессия, все бы исправиться. Проблема в том, что это непросто. Ну ладно. Это просто интересная мысль, и стоит ее, может быть, еще раз помнить. Я думаю. Если потомки Каина могут воспитать в себе нравственности и братства, то есть там специально сидит этот ханок, чтобы исправить потомку Каина, то ханок, сын Каина, может спасти и себя, и все человечество, и таким образом превратиться в мессианского человека, исправляющего грех Адам и грех Каина. На каждом этапе монету у нас подчеркивает, что всегда есть возможность все исправить. как он приведет в этот мир избавления. То есть мы сейчас не знаем, это возможно или нет, но у нас очередной фокус на то, что есть человек, на котором мы сложены, который мог бы что-то сделать, может быть. Поскольку в мире есть воспитательно-ценность и потенциал, это то, что есть в мире, что интересно. Он может его реализовать или нет. Фонох и его потомки способны спасать и быть спасенными. Это всегда есть. Это поразительно все-таки, если об этом задуматься. Это все есть, мы не можем его иногда извлечь. Как это тот свет, который мы не можем до конца воспринять. Потому что по многим причинам скажет так. воспитательная задача, которую берет на себя этот человек при правильной реализации может вернуть утерянное уважение к другому. Это то, что надо. И проявится сущность братства, исчезнувшая из мира после убийства Леви. Была некоторая сущность, которая называется братство. И что с ней случилось? Она исчезла, потому что исчез брат. Когда были на свете только два брата, и у одного из них была задача научить второму правильному братству, то существовала эта сущность. Она существовала, должна была быть реализоваться правильным образом. Но она была... Но когда Эбель был убит, она вообще исчезла. Вообще понятие братства как бы растворилось. На этом этапе, как представляется, образ воспитателя, который был убит со смертью Эбеля, находит возможность для своего продолжения в синтаре. То есть он может не как Эбель. У него как бы есть только возможность взять на себя задачу братства и реализовать ее поколение. и это может дать человечеству надежду спасения. Казалось бы, сейчас у нас есть уже надежда на спасение. Казалось бы, теперь человечество может вздохнуть с облегчением, однако в том же стихе, в котором говорится о рождении нового воспитателя, происходит также и новый поворот. И построил он город и назвал город по имени сына своего хана. Вот давайте сосредоточимся на том объяснении, которое обдают. Оно непростое, но как бы постепенно есть несколько повторов, и может быть, это прояснит нам, что он хочет сказать. Нам необходимо немного расширить представленную здесь идею, чтобы осознать суть происходящего. В наше время принято называть город, улицу или дом в честь известного человека в знак признания его заслуг. Это не тот случай. Сразу объясняет, что мы не должны воспринимать его через призму нашего сегодняшнего дня. Каин делает нечто похожее. Он называет город именем своего сына. Однако результат этого действия Тара оценивает негативно. Мы должны попытаться понять, о каком процессе идет речь в этом стихе и каковы его последствия. Присвоение города или улицы имени человека это отчуждение. Называние чего-то неодушевленного по имени кого-то говорящего. Кто-то у нас был человек или пароход. не помнит. Теодор это человек и пароход. Никто уже не помнит. Кто это? Все знают, что это человек. Так, вот поэтому мы это вот именно то, что происходит. Когда возникает пароход, ты уже не знаешь человек или пароход и что это за человеком тоже не знаешь. И вот это равным будет объяснять. Город, улица, общество получает при этом человеческую сущность. То есть это перенос личности человека на город, улицу, общество и так далее. Его высшая человеческая сущность переносится на неудушевленный предмет. Здесь говорится о городе в широком смысле этого слова. Это общество или мегаполис. И это в анти нравственном социальном значении. Процесс, который описывает нам вторая, это превращение нравственной проблемы между человеком и обществом в административную проблему города, общества. Дальше то, что будет говорить Монитур, нам может показаться, что это он говорит на основе понимания того, что это делает с человеком современный город, современный общество. Но на самом деле я, как изучающая археологию, я должна сказать, что изучение древних городов, самых первых городов, которые возникли в Мисокотании, в Канаане и в других местах на Земле, там действительно происходит то, что, я не знаю, изучал это Монитур или не изучал, то, что он написал. Город превращает человека в единицу какую-то. пока он жил на природе, пока он пасал свои стада или пасал свою землю, он был личностью, у него были какие-то свои, свой характер, своя идентичность. К нему соотносились хозяина дома, хозяина стада, а когда он живет в городе, он превращается в жителя города. И в городе возникает уже иерархия, которая не существовала в обществах, которые были до этого. Возникает подавление, возникает церемония, возникает насильственный труд. Все, что вот это вот, мы, собственно, он будет приводить всякие описания, которые как бы взяты из нашего представления о современных городах, но на самом деле я хочу сказать, что древний город, он у него был похожий, у него есть, у города всегда похожие какие-то характеристики. Это на самом деле очень непростая проблема, что почему возникают города и как они себя ведут, где граница между городом и деревней, тем не менее, вот это вот образование у него есть определенные характеристики и таракнуться к ним негативно. То есть теоретически мы можем представить хороший город, в котором это все не происходит, но какие-то определенные параметры, характеристики города, они существуют так или иначе в любом. Вопрос, насколько они действительно сильно определяют человека в городе. Процесс, который описывает нам Тарая, это превращение нравственных проблем между человеком ближнего в административные проблемы города общества. Частный человек внезапно становится маленьким винтиком в разветвленной городской социальной системе, черпающей свою силу в авторитарности коллектива. Есть какая-то элита, есть какой-то царь, есть какие-то священники, есть какая-то система, которая работает, и она подавляет всех, так сказать, она подчиняет себе всех жителей. давая жизнь этому голему, система подавляет человечность, продившую ее и поддерживающую ее жизнь. При том, что вот эта личность была перенесена, судья, перенесена в город, она меняется кардинально, тут появляется власть системы, и человек и его личные нужды приносятся в жертву на алтарь потребностей общества. Современным примером, демонстрирующим ситуацию, аналогично описанную перед описание общества потомка Каина может служить цитилистическое или коммунистическое общество. Во имя общества разрешено нарушать все основные законы морали, убивать, преследовать и пытать того, кто осмелился противостоять общей идее коммуны. На самом деле коммунизм или социализм, как там экономика устроена, это не обязательно верно, это может проявляться при любой экономической системе, когда система ставится выше людей, но те или иные проявления главенства системы, оно может быть в самом гуманистическом и в самом позитивном городе или стране, потому что система, она не имеет человечность сама по себе. Если ты сталкиваешься с какими-то работниками системы лично, тогда совсем другое дело, а если ты попал в какую-то кавкянскую ситуацию, система, которая сама по себе не имеет никакой морали, если вдруг на тебя какие-то подействовали правила этой системы, ты не можешь доказать, что ты не вернуешься. Потребности частного лица определяются обществом, при этом полностью игнорируется огромное разнообразие существующего среди множества частных людей, составляющих это общество. Понятно, да? Есть общие правила, понимаешь, ты другой, ну что поделать. Сегодня действительно стараются приспособить совершенно разных людей и дать им возможность иметь собственное пространство в современном западном обществе. но это не работает столько процентов. Потому что так оно устроено. Не то, что я хочу сказать, что город это негативно, просто у него есть такая негативная сторона, и это нужно понимать. Я думаю. Город и человек, а? Город человека превращается в человека в город. становится городом врагов. Вместо человека на самом деле изначально, да, для чего как бы создаются города, для чего строят они стены, первые города, они стеной всегда были, она его защищала, у этого города был какой-то какой-то пространство, с которого он как бы собирал, да, жители этого пространства, сельское хозяйство, занимающиеся сельским хозяйством на этом пространстве, они рассчитывали на защиту этого города. В принципе, город, и в русском это тоже от слова городить, да, огораживать, это там то место, где человек может найти свое убежище, но получается так, что у него возникают какие-то другие параметры, потому что все, что делается в городе, должны быть какие-то там строятся какие-то публичные здания, там строится стена, на это все должны жители или за это платить, или платить, в смысле выходить на обязательные работы, и должна быть система управления, возникает автоматически в таком городе, и вот все все это приводит к тому, что возникает система, которая может быть враждебным человеком. Вместо человека-воспитателя у нас был ханок-воспитатель, и вместо него теперь снова в полную силу проявляется то, что и ранее, наподобно дикому ослу рождается человек. Дикая часть сущности человека, которая на этот раз прикрывается обличием отчужденного и стерилизованного города, отказывается от любого воспитания, морали и ответственности. Это отрицание человечества и человечности подчеркнуто в следующем стихе. И родился у Ханоха Иран, а Иран родил Микоэля, а Микоэль родил Метушаэля, а Метушаэль родил Лемен. Вражение, которое здесь описывает рождение потомков Тайна, сильно отличается от того, что мы видели раньше. Вместо познал Кань жену свою и она сначала родила, сказано и родился Ханоха и Рад. Больше нет новой идентичности в мире, нет глубокого внутреннего познания между мужчиной и женщиной, порождающего сущность, которая ранее не существовала у родителей. Опять исчезают тут остаются имена, исчезает что-то личное, никакой связи между мужчиной и женщиной здесь не описывается, а он просто родил, родил, родил. И это говорит о том, что после Ханоха уже как бы исчезает, не рождается новая идентичность и не рождается новая надежда. Это то, что происходит с потомками Каина, и мы видим, что это наверное не случайно. Ират это нечто иное, нечто иное, как количественное продолжение Ханоха, сына Каина, человека, воспитателя, сущность которого была отчуждена и превращена в сущность города и общества, в котором он родился, и в конце концов, сам стал рабом города и общества. Имя сына Ханоха и рад состоит из двух слов город, он как бы родился в городе и спустился, я рад и описывает процесс снижения ценности человека и направления на общую благу города. Замечания, дополнения. Все-таки непонятно, что такое появилось в городе, чего не было в деревне, что стало подавлять человека, ведь в деревне же тоже было общество и тоже там все нужны, у каждого своя функция какая-то. Смотри, это во всяком случае то, что я знаю из истории, это не работает. только в городе появляется разделение на профессии, мы дальше увидим это тоже отражает. Деревенство в общем, даже если оно в каком смысле эрорхическое, оно слабо эрорхическое. Есть некоторые то, что называется вождизм, возможно. Есть кто-то, кто что-то глава клана скажет, но при этом нет системы. И в принципе даже обычно нет разделения труда, нет профессионалов, профессионалов, то, что там мы знаем из археологии, например. Ну да, есть некоторое распространение каких-то профессионально сделанных керамики, например, но в принципе люди все делают себе сами, они есть какая-то торговля минимальная, но люди живут в своем каком-то маленьком мире, там нет никакой системы управления. Есть какие-то правила поведения, конечно, но это не система, есть разница. В большинстве это то, что я знаю из истории. И вот это все разделение труда, иерархия, и подавление, и общественной работы, это все мы видим не только из археологии, но также из всяких исторических свидетельств, которые возникают уже в начале периода Миспотами, например. И на самом деле это функционирует как очень сложная какая-то система, непростая, потому что есть глава, царизм, есть его приближенные, есть духовенство, есть всякие гильдии, которые между всеми возникают сложные отношения и сложные порядки. Это процесс, который повторяется, когда города разрушаются и снова возникают, и оно повторяется из раза в раз, потому что есть в этом некоторый закон. Очень редко может возникнуть сам себе город, который не обладает бюрократии, например, нет чиновников. Если мы собираемся строить стены все вместе, всем городом, должны быть люди, которые вытесывают камни, должны быть люди, которые делают глиняные кирпичи для постройки, должны быть те, которые занимаются транспортировкой, должны быть те, которые строят эту стену, кто этим будет заниматься. Если жители города, значит, каждый должен отработать определенное количество дней поведенств. Или они должны платить какой-то налог, начальство должно нанимать людей. Должны быть специалисты, которые знают, как это делать, которые смотрят за тем, чтобы все делалось правильно. Должны быть чиновники, которые этим все понимают. То есть деревни говорят, это все контролируют. Теоретически можно представить это по-другому. Например, сегодня в исторической науке предполагается, что это работает так. Во всяком случае, мы знаем, что в Месопотании это точно работало так, потому что там есть запись. В нашем регионе не было записи, поэтому по аналогии представляют, что это было так. Возможно, бывали и другие случаи какие-то. Например, теоретически мы представим, что работу можно организовать по-другому. Сказать, вот вы отсюда до сюда пять домов, вы построите свой кусок стены. И каждый сам по себе достает камни или делает кирпичи и сам строит. Но это не совсем так. Это довольно сложно. тот должен решить, какой высоты будет стена, какой ширины, где она точно пройдет и так далее. Ну, это один из примеров. Когда возникает и вот это процессы, которые возникают в городе, не только в отношении подруги стен, но и в отношении других вещей, которые там происходят. не важно. Есть и другие примеры. возникают излишки, кто-то эти излишки реализует, кто-то их использует на то, чтобы нанимать кого-то. Кто-то им владеет. это сложная система. В общем, когда строят город, тут возникает какого-то такого рода проблема. Конечно, они не... Мне кажется, что развитие цивилизации в общем позитивные вещи, но вместе с тем, что она позитивная, она также приносит и новые проблемы. И вот на самом деле то, что в городе человек превращает, ну, он об этом будущем будет говорить, превращает в бинтик, это одна из проблем, действительно, и люди это чувствуют на себе. Давай теперь почитай немножко. Развитие общества Каина Тора описывает через следующий процесс. Сначала был Каин, который убил своего брата Хевеля. После него родился Ханох, человек, который мог бы стать воспитателем, но чье имя и сущность были переданы социуму, городу. Он рождает Ирада, то самое анонимное частное лицо, лишенное идентичности, которого мы сегодня назвали бы маленьким человеком. Сын Ханоха, чье имя и сущность отданы городу, уже больше не является человеком, обладающим собственной ценностью, достоинством и человеческим благом, то есть человеком, имеющим определенную идентичность, назначение и определенную частную и общечеловеческую роль. Он просто гражданин по имени Ирад, маленький винтик большого города. Человечество переходит от качества к количеству, от человека, обладающего человеческой ценностью, к безличной детали общества. Это аспект обратного соотношения между именем и числом. Имя выражает сущность и качество, в то время как число выражает количество и множество. До сих пор у человека было имя. С этого момента и далее человек становится числом. Идентичность господина Ирады теперь выражается номером его паспорта, числом в национальной и городской базе данных, карточкой его больничной кассы и номером банковской кредитной карты. Когда имя человека переносится в безличные рамки города, этот городской человек превращается в исчезающее малое существо, в одно из бесчисленных пронумерованных существ в общей картотеке граждан. Он становится гражданином Ирадом, бездомным, безличным, бесцельным, безымянным. На этой стадии человеческого общества уже нет людей, а лишь миллионы существ, которые бегают туда и сюда без направления и цели. Существ, которые тиражируются в миллионах экземпляров, лишенных задачи и назначения. Достаточно пройтись по окраинам любого большого города в мире, чтобы понять, о чем говорят эти стихи. Человеческое достоинство и ценность исчезают ради чего-то, что представляется более важным называемого общества. В современной истории этот разрушительный процесс начался промышленной революцией и усилился с технологической революцией. За последние 200 лет в мире проходило нечто аналогичное описанному здесь, в Торе. Общество стало функциональным, и это отражается в том факте, что им управляют функции, а не сущности. В таком обществе люди полагают, что они выбирают профессию по собственному желанию, тогда как на деле рынок труда закулисно направляет их выбор профессии в соответствии с законами спроса и предложения. Именно востребованные обществом профессии определяют выбор человека, а не человек выбирает то, что соответствует его характеру и самому задаённому желанию. При этом возникает проблема, указывающая на разрыв между профессией и призванием. Если человеку повезло и его профессия соответствует его внутреннему призванию, тогда он ощущает радость жизни и надежду. Однако, если это не происходит, то получается именно то, что здесь описано. Человеческая идентичность, которая становится всё более чуждой самой себе и своему назначению, всё больше стирается, пока человек внутри неё окончательно не становится рабом прихоти общества. Сегодня мы также находимся в разгаре этого разрушительного и рокового процесса. У образованного человека всё ещё есть некое самоуважение, благодаря которому он может выбрать своё духовное призвание. Но в большинстве случаев общество превратило человека в элемент статистики, в число, озабоченное исключительно собственным существованием, но не собственной духовностью, в нечто подобное вещи, в частицу функционального общества, говорящие, которые постепенно превращаются в неодушевлённые. Эта разрушительная и отчуждающая тенденция усиливается с приходом в мир каждого нового поколения потомков Каина. Сына Ирада уже зовут Мехуяэль от ивридского слова Мэмхэт Юд, что намекает на уничтожение и стирание. В имени Мехуяэль можно найти три слова Мэху Хави Эль. Стирание думающего мозга, здравого смысла и всего в чём есть живая и трепещущая божественная ради поверхностного и бесплодного существования. А вот сына Мехуяэля зовут Мэтушаэль. Его имя составлено из слов Мэт мёртв и Шуэль спрашивающий одалживающий. Он уже совершенно мёртв и его идентичность является полностью заимствованной. Она не существует. Это имя можно разложить на четыре слова Мэто, Таш, Шааль, Эль. Мертвец расхаживает в масхарадном костюме по просторам большого города. У этого живого мертвеца больше нет вопросов. Он эмоционально и духовно истощён, так как полностью отказался от любой ценностной или духовной сущности, которая могла бы его пробудить и заставить действовать. Он неодушевлённый робот, замаскированный под живого человека. Он замаскирован и в своих движениях внешне похож на человека, однако внутри него только механизм и воля машины. «Пять поколений от Каина до Метушаэля это поколение всё большего стирания человеческой сущности её заменой рефлексами стада, одержимого бегущего к пропасти. Каин, Ханох, Ират, Мехуяэль, Метушаэль». То есть получается просто технически остановиться здесь, потому что начинается новая глава, новый подфункт, и мы довольно линей оставим на следующий раз. Да-да, получается, что у Адама было два сына, один воспитатель, другой воспитанник. Может быть, такой и был план Всевышнего, что есть двое, какая часть человечества воспитывает, какая-то должна слушать воспитателя. Но получилось по-другому. Воспитанник убил воспитателя, но все равно этот воспитатель рождается даже у этого Каина. Всегда должен быть Ханох воспитатель. Но при этом так получилось, что функция воспитателя отдана тоталитарному обществу города. И так оно и получается. людей воспитывает общество какое-то тоталитарное, СМИ, пропаганда и так далее. Вот кто занял роль воспитателя, получается. Это все идет. Да, это модель действительно она это и описывает, как ни странно. на самом деле я просто хотела подчеркнуть, что это не только в наши дни, но оно существовало и в древности, и в древних городах, и в древних русских. То, что описывает Ара, это некая схема, которая работает в древности до наших дней. И не то, чтобы мы должны все отказаться от цивилизации, идти в деревню, в горы. А просто мы не можем построить правильное общество, пока у нас нет правильных отношений между людьми. Тогда, если есть личное и правильное отношение к другому человеку, тогда и общество, оно, у него есть какой-то возможной надежды питать вот эти ценности. Но пока, так сказать, мы еще только далеко всего этого, но идея о том, что есть проблема в том, когда общество навязывает человеку, как ты говоришь, не воспитывает его. Тогда выход, наверное, в том, чтобы вернуть роль воспитателя личности, да, наверное. Она так и всегда была. То есть, еще раз, личности существуют, воспитатели существуют в мире, но они не... Они воспитывают ограниченный круг людей, да, а вот если брать все общество в целом... Да, но кроме того, они не всегда в состоянии реализовать на них воздушные. Или они не всегда такие уже хорошие воспитатели. Иногда роль воспитателя берет на себя тот, кто, в общем-то, не может нормально и правильно воспитать. Я не буду говорить всякие многочисленные гуры, показывать пальцем не буду, которые рождаются постоянные. Кто-то более знаменит, кто-то менее, в которых огромное количество поклонников и последователей, но которые воспитывают что-то совершенно не то. Мы с этим сталкиваемся. Ладно, тогда если мы хотим здесь остановиться, согласны здесь остановиться, то тогда может быть еще у кого-то есть вопросы. это действительно тема сложная, но по-моему очень интересная. Нам Равнитуб показывает, как в именах и какими-то очень минимальными средствами характер описывает некую схему падения человечества, почему и как оно не справляется с возложенным его функциям. процесс падения потом повторения. Вопросы? Дополнения? Замечания? Возражения? Интересно, что Любавич Киребе, который в те же годы жил примерно в таком же обществе, точно так же его описывал, вот это отчуждение от своего призвания и так далее, сравнивал это с Египтом еще? Ну, поскольку эта схема начинается прямо с Каина, она работает и в Египте тоже совершенно таким же таким же образом, хотя Египет не классический город, не Месеботанский, не Хинаанский, там немножко по-другому все, но как схема она работает, я думаю, там таким же образом. я хотел одну секунду просто, вот то, что я слышал сейчас, да, то, что Андрей сказал, мне кажется, что все-таки в последние годы, значит, в последние годы, ну, какой-то остор последний, последние 10 лет, 5 лет, то, что творится в социальных сетях, когда это сплошная как бы экспозиция любого человека, люди себя выставляют везде, человек не проходит, люди начинают, там, я не знаю, с 15 лет и дальше, он не проходит шага, прежде чем не ставит себя, люди знают все про всех, такой прозрачности в обществе вообще никогда не было, поэтому в каком-то смысле, мне кажется, это не соответствует как бы анонимности, это что-то другое. Да, возможно, возможно, это начало чего-то другого. Окей. Наоборот. Сегодня мы это видим в некоторых, так сказать, странных, иногда, секунду, секунду, нам иногда это кажется экспрессионизм, некоторый преувеличенный форм, так всегда бывает, начинается что-то, иногда и противоречия к этому, но не до такой же степени, не каждый шаг, не все, не должны все знать про все, и на самом деле это преувеличение, все про все знают, но, конечно, вот это, то, что ты говоришь, явление, безусловно, существует, и мы просто не осознали, к чему это может привести, это может привести к добру, это один из инструментов к тому, что может быть изменить ситуацию, я такой, действительно, интересный, потому что мир меняется, может быть, есть что-то, что может, ну, обычно все работает как майкинг, да, в одну сторону, а потом в другую, и так, собственно, было и в древние времена, сегодня у нас другие новые, новые килинг, новые инструменты, новые тенденции, и мы еще тоже не научились с ними правильно обращаться, да, как мы говорили про свет и сосуды, поэтому, так сказать, некоторые сосуды могут вполне разбиваться, портиться и так далее, но поскольку они уже существуют, вот сегодня, например, искусственный интеллект, это что-то такое, что мы еще вообще не понимаем, к чему это нас все приведет, и, ладно, окей, мне тоже кажется, что это позитивный процесс, вот это в виртуальной революции, так сказать, да, она там порой пугает некоторых очень сильно, да, потому что это что-то совершенно новое и небывалое, да, и действительно, как в процессе, возможно, какие-то побочки неприятные, вот, но я все-таки надеюсь, что это как бы некое освобождение, происходит, от вот всего того, о чем мы читали. Да, да, спасибо, Натан, интересно, хотя, безусловно, это все должно быть поставлено в верное место, в правильной перспективе, в правильном использовании, мы сейчас не научились, по-моему, до конца, этим всем пользоваться правильно, но будем надеяться, что скоростью наших дней все исправится. Не факт. Ну, хорошо. Я же сказала надеяться, я им сказала, ждите, месеем завтра. Нет, я этого не говорила. Может быть, послезавтра, может быть, но может быть и завтра. им ломахар, аз махратаем. А, точно. Вопрос только когда. Ну, Всем всего хорошего, спасибо, что вы были. Счастливо, до свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания.